Ну что, вот я и побывал на чертовом пальце, так гора называется, это получается тогда чертова гора что ли. Шикарный вид, великолепные красоты я увидел здесь. Все, ребята, в общем, я двигаюсь дальше, к тишине, к покою, ближе к природе. Начинается какая-то непогода оттуда, с горы, чертов палец, идет туча огромная, синяя, короче. Здесь прям начинается ветер уже, ветер, с этим совсем песком дует. Короче, возможно, застану непогоду и будет очень классно в тачке переждать. В общем, по пути еще одна достопримечательность, Черемшанский водопад. В общем, до него мне тоже не добраться на автомобиле. Идет дождь, подкрапывает, потому что я одел сразу же дождевичок, непонятно, может быть он усилится, а может все на этом и закончится. Где-то там гремит даже, но что поделать, что делать? Сидеть в машине не вариант, потому что здесь недалеко еще одна достопримечательность. Раз уж идти, так идти во сюда. Все, отправляюсь наверх, дорога поднимается вверх. Поднялся я в горку, в общем, здесь ворота закрытые. Все закрыто. Там надпись в парке охрана и фото-видео фиксация. Я так не знаю, мне двигатель показывает так двигаться, потом влево обратно. Ну, сейчас попробую где-нибудь пройти что-нибудь, надыбать какой-нибудь путь. Все огородили, в общем. Е-мое, иду вдоль этого парка, так называемого. Кони там немножко бегают. Здесь вот уже какие-то будки, туалет вроде. А здесь, смотрите, здесь прям карьер целый. Это вроде добора не считается. Вот тут идет строительство в полном ходе. Вот там квадрик в лесу. Ну, тут вроде какая-то такая, можно заметить, тропинку, в которой я иду. Мне немножко осталось. Так вообще, в целом, мне надо преодолеть от машины до водопада 1700 метров. Так, ну, прошел я эту базу, там мой дядька копает, короче, кидает лопатой, весь этот камень. Я говорю, где тут, что тут? Он говорит, ну, вот пройди, здесь выйдешь. Тут где-то у меня будет сначала родник, а потом сам водопад. Ну, я думаю, там ничего грандиозного не будет, что-то маленькое такое. Теперь главное преодолеть это все вместе отсюда нафиг. Поскорее. Потом нашел я родник. Сначала будет родник. Вон, крестик стоит. Сейчас я попью. Немчуть дальше, вот я его уже вижу, вот там водопад. Достиг я водопада, в общем, не без приключений, потому что была дорога, вот прямо, машина прям подъехала. Сейчас люди за мной идут. А мне пришлось почему-то обходить Макс Ми, что-то вообще грустно работает. Как будто здесь он не видит дорогу, прям почти что-то водопад. Вон там машина стоит. Е-мое. А мне пришлось тут почти 2 километра делаться. Короче, ладно, это нормально. Вот здесь такая картина открывается. Сейчас мы подойдем поближе. Надо идти аккуратно в сапогах, потому что скользко. Ох, вот это булуган, он кололся когда-то и упал сюда. Ну да, красота. Сейчас с другой стороны глянем. А здесь ничего не видно. Куда бы хорошо подняться. Возможно, так сейчас и сделаю. Главное быть осторожным, потому что я путешествую один. Все это мне приходится делать одному, потому что в случае, что упаду, ногу сломаю. Выбираться рассчитывать только на себя придет. Подъем. Прямо здесь. Водопадный. Вот спицы как-то едем. Но надо быть осторожным, потому что камни кончики. Ага, а я лезу. Я здесь, ребятки. Офигенно. Ну, можно сказать ничего особенного, а можно сказать грандиозно. Мы на первый водопад такого масштаба, прям немаленький. Хороший, красивый водопад. Везде ступени у него. Лезем на этот бугор и запустим коптер. Я помню. Водопад. Крепило. То тоже. Я помню. Я спокойно. Я ушел, она сломка. Я surprises все еще. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, вот я и побывал на Черимшанском водопаде В общем, ребята, у каждого свой путь Все только начинается